Оздоровительный цыгун Бадуанцзен В переводе с китайского означает 8 отрезов парчи. Комплекс Бадуанцзен является составной частью оздоровительного цыгун, возникшего в Древнем Китае. Он состоит из физических упражнений, сопровождающихся глубоким дыханием. Выполнение комплекса Бадуанцзен помогает очистить организм от вредных веществ и регулирует психологическое состояние занимающихся. Иероглиф Цзинь в китайском языке означает первоклассное изделие из шелка, такое же красивое сверкающее, как парча. Являясь комплексом упражнений цыгун, который предотвращает болезнь и укрепляет здоровье, Бадуанцзен с древнейших времен пользовался популярностью. Дословно Бадуанцзен переводится как 8 частей, то есть 8 упражнений. Иероглиф Цзинь Цыгун – это неотъемлемая часть традиционной китайской культуры. Оздоровительный цыгун – это гармоничное сочетание физических движений, психологической регуляции и глубокого дыхания. Бадуанцзен по праву называют «жемчужиной оздоровительного цыгун». Основоположником и иллюстратором этого комплекса считаются Канжун Ли и Ю Дун Бин, два бессмертных из китайских преданий. Однако более вероятно, что его разработал Юэ Фэй, известный китайский полководец, живший во время правления южной династии Сун, более 900 лет назад. В 1972 году в городе Чанша была найдена могила высокопоставленного должностного лица во время правления династии Хань. В ней был обнаружен кусок парчи с рисунком под названием «Иллюстрация переноса Цы». На нем отчетливо изображены четыре движения, очень похожие на движения современного комплекса Бадуанцзен. Ученые считают, что именно они являются прародителями современного Бадуанцзен. Впервые термин Бадуанцзен появился в книге «Записки слушателя. Избраны истории о сверхъестественных существах», написанной Хунмаем, который жил во время правления северной династии Сун. Вот что писал Хунмай. Ли Сэ Цзю был назначен на высокую должность при дворе императора. Он следовал даосским практикам, имитируя движения животных и птиц, и понял, что это очень эффективный способ тренировки тела. Он начал просыпаться в полночь, выполняя специальные упражнения под названием Бадуанцзен, которые сочетали в себе глубокое дыхание и самомассаж. Таким образом, этот комплекс упражнений был популярен в Китае уже в то далекое время. Во время правления династии Цзю, Бадуанцзен превратился из набора отдельных упражнений в единый комплекс, снабженный иллюстрацией. Названия и оздоровительные эффекты от их выполнения были написаны в форме стихотворения. Возведение ладони к небу нормализует работу внутренних органов. Стрельба правой и левой руками в позе лучника. Одна рука в воздухе нормализует работу желудка и селезенки. Взгляд назад предотвращает различные заболевания растяжения. Наклон туловища снимает стресс. Скольжение рук по спине и ногам и касание ступней укрепляет почки. Пристальный взгляд и удар кулаком повышает силу. Подъем и опускание на пятках излечивают от болезней. Китайская ассоциация оздоровительного Цигун модернизировала традиционный комплекс Бадуанцзен. Тщательно исследуя, каким образом его выполнение влияет на организм занимающихся. Благодаря этим исследованиям и модернизации упражнений в соответствии с новейшими методами кинетики, медицины и прочих областей естественных наук, комплекс Бадуанцзен и оздоровительный Цигун получили новую жизнь. КОНЕЦ Характерные черты Бадуанцзен – это набор безопасных аэробных упражнений, разработанных в соответствии со спортивной физиологией. Характерные черты этих упражнений Медленные и плавные движения Движения медленные, плавные, широкие и последовательные. Упражнения выполняются круговыми текучими движениями, спокойно, расслабленно и совершенно естественно. Движения ни в коем случае нельзя прерывать. РИТМИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ Для правильного выполнения упражнений необходимо успокоить ум и расслабить тело. Вы должны избавиться от всех психологических и физических раздражителей, расслабить связки, мышцы и внутренние органы. Прилагать усилия следует лишь при переходе от одного движения к другому. Например, в упражнении для нормализации работы внутренних органов возведения ладони к небу, усилие прилагается при движении рук. Стрельба правой и левой руками в позе лучника, при переходе в стойку лучника. Для нормализации работы живота и селезенки одна рука в воздухе при подъеме рук. Для предотвращения болезни и напряжения взгляд назад при движении рук и головы. Для снятия стресса покачивания головой на клон туловища при переходе в стойку лошади. Для укрепления почек, скольжения рук по спине и ногам и касания ступней при движении рук. Для увеличения силы, пристальный взгляд и удар кулаком при ударе кулаком. Для излечения от болезни подъема и опускания на пятках при движении головой и напряжении пальцев ног и ягодиц. Приложение силы необходимо лишь в отдельные моменты. В остальных случаях вы должны быть расслаблены. Динамичность и инертность – это внешние проявления движений тела. Динамичные движения должны выполняться энергично, плавно и естественно. Инертность подразумевает спокойное состояние, даже когда необходимо использование внутренней силы при переходе от одного движения к другому. Внешняя пауза не прерывает внутренние циркуляции. Мышцы в это время остаются растянутыми. Стимуляция намеченных частей тела достигается рациональным приложением силы на определенный промежуток времени. Сочетание напряжения и расслабления, динамичности и инертности – главная характерная черта комплекса Бадуэн Цзин. Связь тела и разума для образования жизненной энергии. Тело и разум тесно связаны. Связь тела и разума – одно из основных требований выполнения комплекса Бадуэн Цзин. Цель упражнений – путем физических и духовных упражнений ускорить циркуляцию внутренней энергии, что приведет к улучшению здоровья и физической формы человека. Связь тела и разума для образования жизненной энергии. Пошаговое описание упражнений Исходное положение Встаньте прямо, ноги соединены, руки свободно расположены вдоль туловища Перенесите вес тела на правую ногу, живот и бедра расслаблены Сделайте шаг в сторону левой ногой Стопы направлены вперед, ноги на ширине плеч Поднимите руки на уровень бедер, ладони направлены назад Слегка согните колени Разверните руки наружу В форме полукруга поднимите их на уровень пупка Ладони направлены в сторону живота на расстоянии 10 см друг от друга Ключевые моменты Вытяните шею вверх, губы сжаты, язык касается неба Плечи и локти опущены Расправьте грудь, расслабьте живот, бедра и ягодица в естественном положении Верхняя часть туловища выпрямлена Типичные ошибки При расположении рук в форме полукруга на уровне пупка Большой палец направлен вверх, а остальные вниз Живот выпечен Колени слишком сильно согнуты Слишком большое расстояние между стопами Плечи и локти должны находиться в естественном состоянии Пальцы направлены в сторону друг друга Большие пальцы находятся на одном уровне Подтяните ягодицы, спина расслаблена, колени согнуты Но не заходят за пальцы ног Стопы врозь параллельны друг другу Назначение и эффект Это упражнение успокаивает ум, регулирует дыхание и расслабляет внутренние органы Тело выпрямлено, находится в положении готовности Субтитры создавал DimaTorzok Упражнение первое Возведение ладони к небу нормализует работу внутренних органов Опустите руки вниз Сплетите пальцы перед животом Ладони направьте вверх Взгляд направлен прямо Слегка согните Перенесите колени, перенесите вес тела вперед Растопырите пальцы, опустите руки вниз на уровень пупка На этом уровне держите руки полукругом, ладони направлены вверх Выполните упражнение 6 раз Ключевые моменты Поднимая руки расправьте грудь Сделайте небольшую паузу, чтобы почувствовать растяжение мышц Опуская руки, расслабьте живот и ягодицы, плечи и локти опущены Расслабьте кисти и пальцы, туловище выпрямлено Типичные ошибки При подъеме рук голова недостаточно поднята вверх На середине выполнения движения останавливаются, что прерывает поток силы Исправление ошибок Подъем рук и расправление груди выполняются с усилием Сначала поднимите подбородок, чтобы поддержать движение Затем втяните его, чтобы помочь рукам подняться вверх Сила должна быть сконцентрирована в нижней части ладони Назначение и эффект Цель упражнения активизирует санзяо Три полоси тела, в которых расположены внутренние органы Подъем и опускание рук обеспечивают краеобращение и циркуляцию энергии внутри органов Растягивая мышцы и связки вокруг суставов и мягких тканей туловища, мы повышаем их подвижность и гибкость, что предотвращает проблемы вокруг области плеч и шеи. Упражнение второе. Стрельба правой и левой руками в позе лучника. Продолжайте с последнего движения предыдущего упражнения. Перенесите весь тело вправо и сделайте жак в сторону левой ногой. Выпрямите колени. Скрестите руки перед грудью, левая рука перед правой, ладони направлены внутрь. Медленно согните колени, чтобы принять стойку лошади. Сформировав правой ладонью лапу, переместите правую руку в позицию перед правым плечом. Разделите большой указательный пальцы левой руки, слегка согните первый и второй суставы остальных пальцев. Левая кисть оттянута на себя, ладонь направлена влево. Разворачивая левую руку, переведите ее влево, расположите на уровне плеча. Зафиксируйте это положение, взгляд при этом направлен влево. Переместите весь тело вправо, раскрыв обе руки. Поднимите правую руку под угенную уровень правого плеча, пальцы направлены вверх, ладонь наклонена вперед. Раступырьте пальцы левой руки, ладонь наклонена назад. Взгляд направлен на правую ладонь. Переместите весь тело вправо, соедините ноги вместе. Опустите руки на уровне живота, ладони направлены вверх, пальцы друг на друга. Взгляд направлен прямо. Это упражнение выполняется 3 раза вправо и 3 раза влево. Наконец, переместите весь тело влево. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Опустите руки вниз на уровень живота, представьте себе, что держите в руках шар. Ладони направлены вверх, пальцы друг на друга, взгляд прямо. Ключевые моменты. Находясь в положении лучника, готового выстрелить, сожмите пальцы руки, натягивающей тетиву, и держите руку на уровне плеча. Плечо и локоть левой руки опущены. Левая кисть утянута на себя, большой угазательный пальцы направлены вверх. Ладонь находится в позиции пустой захват. Типичные ошибки. Плечи подняты, спина сутулится. Стопы расположены слишком далеко друг от друга. Исправление ошибок. Плечи и локти держите опущенными, туловище прямым, стопы параллельными друг к другу. Назначение и эффект. Имитация позы лучника стимулирует меридиан Домаи сосуд императора и точку шусию, расположенную на позвоночнике. Выполнение данного упражнения нормализует поток энергии вдоль легочного канала руки Тхайи-Ин. Также данное упражнение укрепляет мышцы ног и повышает чувство равновесия и координацию движений. Укрепляются мышцы предплечья и рук, увеличивается подвижность и гибкость суставов пальцев и кисти. Укрепляются мышцы. Укрепление предыдущего упражнения. Медленно выпрямите колени, ноги врозь. Одновременно поднимите левую руку перед туловищем, разворачивая внутрь, в позицию над головой слева. Локоть слегка согнут. А правую руку, слегка приподнимая, переместите в позицию рядом с бедром. Локоть также слегка согнут, пальцы направлены вперед. Взгляд направлен прямо. Зафиксируйте это положение. Слегка согните колени. Одновременно сгибая локоть левой руки, опустите левую руку перед туловищем вниз на уровень живота. Ладонь направлена вверх. Правую руку поднимите перед туловищем, разворачивая внутрь, в позицию над головой справа. Локоть слегка согнут. Пальцы направлены влево. Выполните движения три раза с правой и три раза с левой руки. Наконец, слегка согните колени. Переместите правую руку в позицию рядом с правым бедром. Ладонь направлена вниз, пальцы прямо, взгляд прямо. Ключевые моменты. Расслабьте грудь. Расслабьте и вытяните туловище. Плечи опущены и расслаблены. Опуская и поднимая ладони, концентрируйте силу в их нижней части. Типичные ошибки. Пальцы направлены не в том направлении. Локти не согнуты. Туловище не выпрямлено. Исправление ошибок. Убедитесь, что ладони расположены горизонтально. Сконцентрируйте силу у основания ладоней. Слегка согните локти. Назначение и эффект. Подъем и опускание рук в противоположном направлении оказывают растягивающий эффект на брюшную полость, тем самым массируя внутренние органы, например, селезенку и желудок. Более того, выполнение упражнения стимулирует работу каналов вокруг живота и ребер и точку шусюя на позвоночнике, нормализуя циркуляцию энергии вдоль каналов, проходящих вблизи внутренних органов. Данное упражнение укрепляет мелкие суставы и мышцы вдоль позвоночника, а также повышает его гибкость и прочность, тем самым предотвращая проблемы в области плеч и шеи. Упражнение четвертое. Взгляд назад. Предотвращает различные заболевания и растяжения. Продолжайте с последнего движения предыдущего упражнения. Медленно выпрямите колени, ноги брось. Выпрямите руки, ладони направлены назад, пальцы вниз, взгляд прямо. Разворачивайте руки, пока ладони не будут направлены наружу. Поверните голову влево и назад. Задержитесь в этом положении. Слегка согните колени. Руки поверните внутрь. Расположите их с обеих сторон туловища. Ладони направлены вперед, взгляд прямо. Это упражнение выполняется три раза вправо, три раза влево. Наконец, слегка согните колени. Поместите руки перед животом. Ладони направлены вверх, пальцы друг к другу, взгляд прямо. Ключевые моменты. Голова должна быть выпрямлена, а плечи опущены. Поворачивая голову, не поворачивайте туловище. Разворачивая руки, отведите назад плечи. Типичные ошибки. Туловище отклоняется назад. Недостаточный разворот рук и головы. Поворот головы выполняется слишком быстро. Исправление ошибок. Втяните подбородок. Убедитесь, что голова и руки максимально развернуты. Назначение и эффект. Это упражнение эффективно для борьбы с нарушениями в работе сердца, селезенки, печени, почек, легких. Для избавления от стрессов, вызванных злостью, волнением, печалью и страхом. Растягивающие движения тренируют органы грудной и брюшной полости. Взгляд назад активизируют точки даджей, расположенные на шее, и шуфе, расположенные на позвоночнике, усиливая их лечебное воздействие. Упражнение также укрепляет мышцы шеи, плеч и вокруг глаз, предотвращая утомление глазных мышц, проблемы в области шеи и спины. Вдобавок ко всему, упражнение улучшает кровообращение в области шеи и мозга, разгружая нервную систему. Упражнение пятое. Наклон туловища. Снимает стресс. Продолжайте с последнего движения предыдущего упражнения. Сделайте шаг правой ногой в сторону. Встаньте прямо, ноги в рост. Поднимите руки на уровень груди, разверните ладони внутрь. Продолжайте поднимать руки над головой. Локти слегка согнуты, ладони направлены вверх, пальцы друг на друга, взгляд прямо. Медленно согните колени, чтобы принять стойку лошади. Руки опираются о колени, локти согнуты. Внешняя поверхность мизинцев направлена наружу, взгляд прямо. Перенесите вес тела вправо. Наклоните туловище вправо и вперед. Зафиксируйте взгляд на правой ступне. Перенесите вес тела влево. Одновременно переместите туловище вперед, а затем влево. Взгляд направлен на правую пятку. Переместите вес тела вправо, приняв стойку лошади. Выпрямите туловище, втяните подбородок. Взгляд направлен вперед. Упражнение необходимо выполнить три раза влево и три раза вправо. Наконец, перенесите вес тела влево. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите руки через стороны, вверх над головой. Ладони направлены друг к другу. Слегка согните колени, живот расслаблен. Одновременно согните локти и опустите руки перед собой вниз на уровень живота. Пальцы направлены друг на друга, взгляд прямо. Ключевые моменты. Встав стойку лошади, втяните ягодицы и бедра. Держите туловище выпрямленным. Перемещая туловище, шея и ягодицы должны находиться в растянутом положении. Но выполнять это движение следует медленно и плавно. Типичные ошибки. Шея находится в зажатом состоянии. При наклоне туловища выполняется недостаточный разворот бедер. Исправление ошибок. Наклоняя туловище вперед и в сторону, не втягивайте и не наклоняйте подбородок вверх, чтобы не вызывать напряжение позвоночника и задействованных мышц. Сильнее отведите ягодицы вправо, а тело влево. Затем наклоните туловище вперед, а ягодицы назад. Голову держите выше уровня горизонта, чтобы почувствовать растяжение между шеей и ягодицами. Назначение и эффект Данное упражнение стимулирует работу меридиана Думай, проходив вдоль позвоночника и снимает стресс. Покачивание головой стимулирует точку Даджей, находится в затылочной части шеи, регулируя циркуляцию внутренней энергии и снимая стресс. Во время наклонов брюшной и шейные отделы позвоночника втягиваются, наклоняются и разворачиваются. Это задействует мышцы шеи, живота, бедра, ягодиц. Также упражнение повышает гибкость суставов. Упражнение шестое. Скольжение рук по спине и ногам и касание ступней. Укрепляет почки. Продолжайте с последнего движения предыдущего упражнения. Выпрямите колени, ноги в росте. Поднимите руки над головой. Пальцы направлены вперед, а затем вверх. Локти выпрямлены, взгляд направлен прямо. Разверните ладони друг к другу. Согните локти и опустите руки перед собой на уровень груди. Ладони направлены вниз, пальцы друг на друга. Разверните руки наружу. Поместите руки под подмышечные ямки, на спину. Взгляд направлен прямо. Проведите руками по позвоночнику, затем по пояснице и выполните наклон вперед. Опустите руки вниз, проведя ими по задней части бедер. Остановите руки на подъеме стоп. Поднимите голову и зафиксируйте это положение. Взгляд направлен прямо и вниз. Переместите ладони вперед, а затем поднимите руки и корпус вверх. Локти прямые, ладони направлены вперед. Выполните это упражнение 6 раз. Наконец, легко согните колени. Расположите руки перед животом. Живот расслаблен. Ладони направлены вниз, пальцы прямо, взгляд прямо. Ключевые моменты. Опускать руки следует с определенным усилием. Когда вы дотрагиваетесь до подъема стоп, живот расслаблен, плечи опущены вниз, колени прямые. Чтобы выпрямить корпус, поднимите руки вверх. Типичные ошибки. При опускании рук колени согнуты, голова опущена. Сперва поднимается туловище, затем руки. Исправление ошибок. Опуская руки, поднимите голову и выпрямите колени. Сначала поднимайте руки, затем туловище. Назначение и эффект. Данное упражнение стимулирует работу позвоночника, воздействуя на расположенный вдоль него меридиант Думай и точки Мин Мэнь на пояснице, Ян Гуань на позвоночнике и Вэй Джуэн на задней поверхности колен. Выполнение движения этого упражнения предотвращает и излечивает хронические заболевания мочеполовой системы, укрепляя почки и область талии. Наклоны позвоночника укрепляют мышцы и повышают гибкость мышечных групп, расположенных вдоль туловища, а также оказывают массирующий эффект на почки, надпочечники и мочеточник, улучшая их работу и восстанавливая функционирование. Упражнение седьмое. Пристальный взгляд и удар кулаком. Увеличивает силу. Продолжайте с последнего движения предыдущего упражнения. Переднесите вес тела вправо, сделайте шаг левой ногой в сторону, приняв стойку лошади. Сожмите кулаки и расположите их по бокам туловища. Кулаки стороной больших пальцев направлены вверх, взгляд прямо. Медленно вытяните левую руку вперед на уровень плеча. Кулак стороной большого пальца направлен вверх. Пристально смотрите на левый кулак. Поверните левую руку внутрь. Расслабьте пальцы, разожмите кулак, большой палец направьте вниз. Продолжайте смотреть на левую ладонь. Разверните левую руку наружу, локоть слегка согнут. Одновременно поверните кисть влево, ладонь направлена вверх и сожмите кулак. Взгляд направлен на левый кулак. Согните левый локоть и верните кулак в исходное положение. Кулак стороной большого пальца направлен вверх, взгляд прямо. Выполните упражнение 3 раза с левой и 3 раза с правой руки. Наконец, перенесите вес тела вправо и встаньте прямо, ноги вместе. Разожмите кулаки, руки свободно расположены вдоль туловища. Взгляд направлен прямо. Ключевые моменты. Занимая стойку лошади, старайтесь присесть как можно ниже. Выпрямляя руку, пристально смотрите на кулак. Силой подожмите пальцы ног, разверните туловище и с усилием, исходящим от плеча, выпрямите руку с кулаком. Возвращая руку, разверните кисть и силой сожмите кулак. Типичные ошибки. Туловище наклоняется вперед, плечи и локти поднимаются вверх при ударе кулаком. При возвращении кулака назад, кисть разворачивается, а кулак сжимается с недостаточными усилиями. Удар кулаком выполняется на уровне ребер. Туловище и голова выпрямлены. Прослабьте плечи, слегка согните локоть. Возвращая кулак назад, сначала растопырьте пальцы, затем полностью разверните кисть. И, наконец, силой сожмите кулак. Назначение и эффект. Согласно теории китайской традиционной медицины, печень управляет сухожилиями и мышцами и напрямую связана с глазами. Пристальный взгляд стимулирует энергетические каналы печени, улучшая кровообращение в ней и способствуя образованию жизненной энергии. Движение данного упражнения стимулирует меридиан Думай, точку Шуфе, меридианы рук и ног, Саннини Саньян. Выполняя данное упражнение, вы укрепляете мышцы и увеличиваете свою силу. Упражнение 8. Подъем и опускание на пятках. Излечивает от болезни. Продолжайте с последнего движения предыдущего упражнения. Поднимитесь на носки, одновременно вытянув шею. Задержитесь в этом положении. Взгляд направлен прямо. Опустите пятки вниз, слегка стукнув ими по полу. Взгляд направлен прямо. Упражнение выполняется 7 раз. Ключевые моменты. Приподнимая пятки над полом, старайтесь пальцем и ног захватить пол и приложить максимальное усилие. Бедра соединены вместе. Шея вытянута вверх. Старайтесь не потерять равновесие. Опуская пятки на пол, сожмите зубы. Эти движения должны выполняться в размеренном темпе. Тело расслаблено, плечи и руки опущены. Типичные ошибки. Подъем плеч. Потеря баланса. Исправление ошибок. Бедра соединены. Пальцами ног захватываете пол. Втяните ягодицы, напрягите живот. Плечи опущены, голова выпрямлена. Назначение и эффект. Это упражнение стимулирует энергетические каналы стоп, регулирует работу внутренних органов. Опускание пяток на пол стимулирует энергетические каналы вдоль позвоночника, улучшает кровообращение, циркуляцию внутренней энергии, восстанавливает внутренний баланс организма. Выполнение данного упражнения укрепляет икроножные мышцы, тренирует мышцы связки стоп, тем самым улучшая равновесие. Опускание пяток на пол стимулирует суставы ног и позвоночник, а также расслабляет мышцы всего тела. Заключительная форма. Продолжайте с последнего движения предыдущего упражнения. Разверните руки внутрь, помесите их на уровне бедер, локти выпрямлены, ладони направлены назад, взгляд направлен прямо. Согните локти, скрестите руки на точке дань-тянь, 5 сантиметров ниже пупка. Левая рука накрывает правую для женщин, правая рука накрывает левую для мужчин. Взгляд направлен прямо. Опустите руки вдоль тела, ладони слегка касаются внешней поверхности бедер. Взгляд направлен прямо. Ключевые моменты. Дыхание естественное, тело расслаблено. Воздух и энергия направляются к точке дань-тянь. Вы должны находиться в спокойном, расслабленном состоянии. В конце упражнения мы рекомендуем потереть руки, затем лицо и, наконец, расслабить конечности. Субтитры создавал DimaTorzok Назначение и эффект. Это упражнение расслабляет мышцы, успокаивает сознание, настраивает тело, закрепляет результаты выполнения комплекса и возвращает вас в дотренировочное состояние. Демонстрация. 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 Донстрация. Демонстрация. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!